Друзья, никакой активности, о которой мы сегодня, кстати, говорим, не может быть без еды, без того, чтобы как следует подкрепиться. Именно для этого у нас в гостях сегодня шеф-повар Мухтар Байзаков. Доброе утро! Здравствуйте! Что мы сегодня будем готовить? Вы пришли с чем-то вкусным, и прям студия наполняется этим ароматом. Сегодня мы будем готовить закуску холодную из китайской кухни. Это сейчас самопроходимая закуска в моем меню, и очень часто заказывают. Как она называется? Куриная грудка в темпыре в кисло-сладком соусе. Что нам для этого необходимо, для того, чтобы приготовить такое вот блюдо? Нам понадобится бальзамик гель, жареный кунжут, семечки, и кисло-сладкий соус, и курица в темпыре. Та самая курица, на которую я покушаюсь в течение всей рекламы, дорогие друзья, так что давайте приступим уже потихонечку, и будем все это комментировать последовательно. Так, берем курицу. У нас куриная грудка. Обволакиваем с овоща. И красиво раскладывать. Да. Как давно вы занимаетесь готовкой, так скажем? Готовкой, это у меня с детства, ну, как бы сказать, после того, как сестра вышла замуж, я начал готовить вместо сестры. Это такая вынужденная мера. И я, как бы, со временем усвоил себе, что профессия повара, как бы, мне нравится и по душе. Как давно это стало профессией вашей? Очень давно. Я, как бы, с детства тоже любил смотреть всякие рубрики. Ну, как, например, самый известный повар Гордон Рамзи. Он в своем доме готовит на своих детей, на своих родственников. И, по ходу дела, снимается на прямой эфир. И у него своя рубрика. Я, как бы, интересовался, тоже смотрел каждое утро. То есть, это ваш кумир, верно? Гордон Рамзи. Да, если вы ему вдохновляетесь, соберете в какой-то мере пример. Так, можно еще раз? Он является вашим кумиром и неким примером, верно? Можно так назвать? Конечно. Замечательно. Есть ли какие-нибудь рецепты, которые вы у него переняли? Как бы, у него в основном американская кухня. Ну, можно у него к чему-то научиться. У него особенно авторская кухня. Он все сам придумывает и сам все делает. А что касается вашей кухни, это только китайская кухня или, возможно, национальная? На чем вы в большей степени специализируетесь, так скажем? Так, у меня в основном европейская кухня. Сейчас, потому что европейская кухня впереди. Очень. Ну, каждый человек, каждый шеф-повар должен знать свою кухню сперва. Потому что в любом месте могут спросить. Ты сперва знаешь свою кухню? Из своих национальных будет что-нибудь сделаешь? Вот тогда будет как бы чуть-чуть студно, если не будешь знать свою кухню. То есть повар должен быть прежде всего универсальным? Да, универсальным. И должен знать блюда как своей страны, так и стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Да, да, да. Хорошо, но ведь наверняка есть какие-то секретные рецепты, которые произведены, собственно, вами, личные. Есть такое? Авторские блюда. Да. Авторские блюда есть, но как бы сейчас у меня нет такого, чтобы как бы не показывать, секретные специи не показывать. У меня нет такого. У меня такой принцип, что я своих учеников хорошо готовил до этого и буду готовить, как бы у меня нет такого секрета, чтобы никто не знал, никому не показывать. То есть все то, что умеете вы, это могут принять и ваши ученики в том числе? Да. То, что я буду знать, я хочу, чтобы мои ученики тоже знали, потому что как бы со временем это все забудется. Вот вы посыпали кунжутом, я так понимаю, наверное. Да, это придет какой-то вкус или это исключительно носит декоративный характер? Это как декоративный будет и еще как привкус дает чуть-чуть. А чем сейчас собираетесь все это обволакивать? Это у нас бальзамический гель, это у нас дает красоту и привкус блюду. Ждем, ну-ка. Выглядит уже очень аппетитно и действительно вот сейчас это прям даже на десерт вкус. Это не похоже. Как бы так. Ну, неспроста, все-таки в кисло-сладком соусе. Ой, как аппетитно начинается наше утро, Ростислав. Можете ли вы согласиться с утверждением, что готовка это даже в какой-то степени искусство? Давайте прямо на серединку. То есть блюдо должно не только быть вкусным, но и выглядеть эффектно в том числе. У каждого шеф-повара наверняка есть своя визитная карточка. Что можно назвать вашей визитной карточкой? Какое блюдо? Визитная карточка у меня хорошо получается из вторых блюд. Как бы я обожаю зарубежную кухню. И из франциссии, из итальянской кухни как бы можно. Как бы увлекаюсь с этим кухней больше всего. То есть и лягушку пожарим, и курицу пожарим. Как бы сказать, все, что седобное, можно приготовить. Вот есть мнение, что шеф-повара настолько устают уже на своей работе, что, приходя домой, они не готовят. Либо готовят кто-то из близких, либо что-то такое вот прям на скорую руку. Как у вас с этим делом стоит? Есть такое. Все говорят так, что повара дома не готовят. У меня как бы нету. Я домой прихожу, наоборот, как бы, это моя работа. Может быть, там, до дома кто-нибудь там еще не приготовил, я как бы не откажусь. Я всегда готов баловать своих родных. Это как бы не затрудняет. А вот дома вы готовите что-то такое достаточно простое, либо сложные блюда тоже за них берете? По-разному бывает. Иногда как бы заказывают, иногда как бы я сам делаю. Хорошо, мне интересно. Из того, что есть, как бы можно приготовить. Что чаще всего заказывают домашние? Ведь они знают все ваши плюсы и минусы, и знают то, что вы можете сделать лучше всего. Приготовить. Не знаю. В основном, как бы... Национальная кухня, я думаю. Национальная кухня, да. Национальная кухня. Ну, и я думаю, что у каждого повара есть любимое блюдо, которое он любит. Ты готовить и есть. Существует ли у вас такое? Да, у меня есть одно блюдо. Это как бы не очень сложное, всем известно. Это наши вареники с творогом. Да. Потому что все удивляются. Ты готовишь такие блюда шикарные. А тут раз и вареник. Да, тебе нравится вареник. Почему? Говорю, мне нравится с детства, как мама готовила. Как бы этот вкус до сих пор стоит у меня во рту. Все-таки мама готовила вареники по-другому, верно? Ну, как бы для каждого человека самый лучший шеф-повар – это мама. Ну, и вернемся, пожалуй, к нашему блюду. Как нужно подготовить курицу? Курицу мы заранее режем, маринуем, оставляем где-то на полчаса, он маринуется. После этого мы готовим кляр, вот этот желтый, снаружи который. Туда добавляется специальная смесь из муки, смесь тампурная называется. Туда добавляем краситель с водой, разбавляем. И мариную, курицу туда мажем и жарим. Сколько времени занимает готовка этого блюда? Прям от и до? 15-20 минут. То есть это можно подать в виде завтрака? Да. Вот это да. Это очень быстро, я прям даже удивился. То есть вместе с готовкой курицы? Да, если как бы заготовка будет почти готова, можно даже за 10 минут. Подождите, если это в качестве завтрака, то можно ли оставить маринад на ночь? Да, конечно. Да, ничего бы не будет. Как бы маринад, чем больше стоит, тем вкуснее будет. Тем вкуснее. И тем более насыщенный вкус. Ну, действительно здорово, я думаю, что это просто идеальный завтрак. Хорошо, а мне интересно, есть ли какое-то блюдо, которое вам пока что не по силам, но есть в планах есть и его приготовить? Вот вы вроде делаете его, вроде все как по рецепту, но что-то не хватает, чего-то не хватает, что-то не получается. Есть, но эти блюда, конечно, с зарубежной кухни, я сейчас экспериментирую в данное время. У меня как бы сейчас из продуктов нет, у нас как бы по Бишкеку, по Хакистану не находятся, да. Да, если как бы найду этот продукт, то я сделаю. А как он называется? Это пока маленький секретик. Хорошо, мы в предвкушении. Ну, и я думаю, что хочется попробовать. Очень сильно хочется. Слова заканчиваются, и я думаю, что вне эфира мы обязательно вкусим это дело. Еще раз, как блюдо называется? Куриная грудка в темпуре в кисло-славтом соусе. Вот так вот, очень даже вкусно звучит, хочется уже приживаться, попрощаться с вами и сказать привет, здравствуй. Да, но тем не менее, есть ли еще какие-то блюда, прям на скорую руку, которые подойдут для завтрака, но при этом будут такими прям существенными, так кратенько объяснить, как их готовить? Ну вот нестандартные, нестандартная яичница, нестандартный бутерброд. Не просто яичница, да, или омлет. Так, у нас блюда к завтраку много видов есть. Есть каша, есть омлеты, есть американские завтраки, есть итальянские завтраки. А что входит в кыргызский завтрак, мне интересно? Кыргызский завтрак, мы кыргызы все едим утром. Манты, шарпо, да, утром все греем и как бы кушаем то, что осталось. Ну, действительно здорово, это выглядит очень красиво и нам уже не терпится попробовать, поэтому скажем, что у нас в гостях был шеф-повар Мухтар Байзаков, поделился с нами некоторыми секретами. Приготовление очень вкусной пищи. Ну, а вы, друзья, тоже продолжайте быть здесь и приятного аппетита, если вы вдруг сейчас завтракаете.